Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Здравствуйте. В эфире программа Другой Мир. Её ведущая Татьяна Доля и звукорежиссёр Родион Золотарёв. И сегодня у нас в гостях очаровательная художница, живописец, член Союза художников Латвии Корине Параньян. Здравствуйте, Корине. Здравствуйте. Здравствуйте. Судя по всему, вы творчеством занимаетесь с детства, потому что тогда, когда я с вами познакомилась, вы тогда танцевали «Танец живота». На самом деле не только даже «Танец живота», у нас же был на самом деле целый танцевальный театр, тогда было очень модно это увлечение Востоком. Но даже все далёкие времена, в общем-то, я была таким максимально-максимально художником, то есть это всегда были какие-то такие яркие постановки. И больше я, конечно, как художник всегда думала о том, какие сложить красивые цвета на сцене, как обыграть свет. Это всегда были такие театральные постановки, и в итоге даже всё это переросло в такой театр танца. И это была такая тема экзотики, то есть это испанские были танцы и разные такие фьюжн-постановки. Ну, в общем-то, на самом деле это всегда было моим хобби, а живопись всегда занимала, в общем-то, такое главное место в моей жизни. И с детства я, в общем-то, увлекалась живописью. То есть с детства уже рисовали? То есть совсем даже, можно сказать, такой дошкольный период, это были какие-то такие абстракции, акварелью, потом были курсы батики, потом, естественно, был уже колледж Розенталь, это уже такой более профессиональный путь. Конечно, были вечерние курсы в Академии художеств, такие уже серьёзные, там, где композиция, рисунок. Да, да, я, конечно, уже изначально знала, что я пойду именно по... То есть что это станет вашей профессией? Что это станет моей профессией, абсолютно, да, да, абсолютно. В какой-то момент, да, я заболела танцами, это были как раз такие студенческие годы, такие послешкольные, это было так модно, Восток. Но для девушки это всегда так здорово. Да, но я была такой совершенно художник, да, то есть мы такие были очень оригинальные, очень такие, ну, интересно было, это было очень такое тоже интересное время. И, конечно, то, что я художник, мне очень помогало делать такие интересные, яркие вещи, и в итоге это даже стало таким коммерческим проектом наш танцевальный театр, и многие так, как бы, нас хорошо помнят, знают. Да. Да, и с этим даже связана такая очень интересная история, очень часто какие-то мои, скажем, клиенты или посетители выставок мне рассказывают про такую яркую корене, которая вот танцует, хореограф, и вот наверняка ей бы понравились мои картины, может быть, вас познакомить. И вот я так всегда стараюсь, как бы, людей не разочаровывать или, скажем так, ну, не шокировать, и говорю, да, обязательно, конечно, мне было бы очень интересно. То есть многим людям очень тяжело сопоставить, что это, в общем-то, один человек, поскольку, да, как бы я так была достаточно активна в танцевальной сфере и в живописи, в общем-то, тоже и много выставок и проектов, интересных идей, и поэтому, да, люди часто не проводят параллель, что это один и тот же человек. К сожалению, мы здесь не можем показать нашим слушателям ваши работы, да, это очень-очень-очень жаль, потому что они наполнены вообще нежностью, светом, и они действительно, вот я говорю, это своё мнение, да, как я их вижу, они совершенно уникальны, они не похожи на какие-то другие, и в них есть свой какой-то определённый стиль, и очень много цвета, красок, такого солнечного, вероятно, это всё-таки ваша этническая родина, она даёт вот этот свет, солнце, и такое вот всё наполненное счастьем. Ну, мне кажется, вообще, на самом деле, такой коктейль кровей – это всегда очень интересно, и, в общем-то, это такая получается и эклектика, и папури, и мне кажется, это всегда очень интересно. Ну, да, я, наверное, за такие жизнеутверждающие работы, я всегда так очень пропагандирую, что такой свой, как скажем, девиз, мото, искусство с пометкой био, то есть мне интересна жизнь, мне интересна окружающая жизнь, мне интересна природа, и я, в общем-то, считаю, что это то, в чём художник должен находить вдохновение. Своих студентов, учеников тоже я учу, насколько важно изучать натуру, писать с натурой, насколько важно знать хорошо модель, там, пластическую анатомию человека, насколько важно с натурой писать те же самые натюрморты. В общем-то, я считаю, что все ответы на наши такие какие-то очень сложные вопросы мы находим в природе. В таком более философском, может быть, включении, так примитивно, как, может быть, сейчас я пытаюсь донести. Я хочу задать вопрос вообще, что вас вдохновляет на ваши работы, да? Ну, теперь понятно, что природа, а что-то есть или кто-то, может быть, есть ещё, кто вдохновляет вас? Ну, на самом деле, я абсолютно визуал, и меня могут вдохновлять совершенно такие повседневные вещи, и, в общем-то, наверное, правильно говорят, что красота всегда в глазах смотрящего, в общем-то, у меня нет таких моментов, когда я не нахожусь в творческом процессе, то есть это иногда бывает какое-то сочетание цвета, иногда это бывает какая-то фактура, и это не обязательно что-то такое вот красивое в общем принятом понимании этого слова, что вот я пришла на выставку, например, или в музей, это меня вдохновило. Это, может быть, знаете, какая-то обшарпанная стена с интересной фактурой. Сейчас, например, меня очень вдохновляют такие рубанистические темы, то есть, не знаю, то же самое кружево там проводов электропередач над нашей головой, те же самые какие-то конструктивные формы, контраст конструктивной формы по отношению к, скажем, таким цикличным каким-то пластичным формам, там, тех же самых цветов, там, каких-то природных ландшафтов и так далее. То есть, в общем-то, красота, она вокруг, и во всем можно увидеть цвет, ритм, композицию, светотень абсолютно. Вот у вас маленькие детки, и как вы вообще совмещаете две роли такие мамочки и художника? Ну, на самом деле, сложно, я не могу сказать, что это легко, но я такая нетипичная, конечно, мама-мама, я ни разу не была в декрете, скажу честно. Из мастерской я поехала в роддом, и из роддома я сразу же вернулась в мастерскую, но для меня дети… То есть, у них все шансы есть стать художницами в том числе? Я надеюсь, что нет, но посмотрим, знаете, когда, что дано, то дано. Но на самом деле я очень стараюсь эту роль так выполнять на уровне. Для меня очень важны, конечно, мои дети на первом месте, но как-то они, мне кажется, понимают и принимают, что да, что мама художница, что я, конечно… А они не рисуют сами вместе с вами? Нет, мы очень часто делаем совместные сессии, такие очень творческие девочки, очень часто, да, я стараюсь так разносторонне развивать, чтобы это было все-таки и искусство, и музыка, и мы стараемся много посещать разных интересных мероприятий. И, в общем-то, мне кажется, что это правильно, когда, знаете, дети не растут в таких тепличных условиях, а все-таки, как мне кажется, знаете, это тоже немножко что-то может быть из животного мира. Всегда детеныши, они как бы подстраиваются под образ жизни своих родителей. И в природе нет такого, что, ну не знаю, у обезьянки, допустим, родились дети, и вдруг у них аллергия на бананы, и обезьяна переехала жить куда-то на север, понимаете? Да, да. Поэтому, если они родились у мамы художницы, то они должны понимать, что это будут частые поездки, частые какие-то перелеты, выставки. Поэтому, в общем-то, я думаю, что это совершенно естественно, и я вот так всегда это пропагандирую тоже. Знаете, бывают очень щепетильные мамочки из серии, ой, мы боимся, мы там все проверяем на аллергии. Мамочки делятся на две категории, да, которые с рождения могут брать с собой деток и в поездки, и, правильно, как вы говорите, на все свои мероприятия, семейные в том числе, да? А есть мамочки, которые классические, там соблюдающие действительно все... Ну вот меня, знаете, удивляет, когда, допустим, какая-то семья говорит, ой, вы знаете, до появления детей мы всегда путешествовали, занимались спортом. Теперь мы уже пять лет нигде не были. Но мне кажется, если вы всегда занимались спортом и путешествовали, значит, как бы для детей это, в принципе, естественно. И вы также можете с ними сесть на велосипед, даже полететь. Да, 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 но это просто уже отношения. Да, я думаю, что это отношения, поэтому я как-то стараюсь пропагандировать такую модель, что, ну, теплично это не надо. Пусть закаляются, пусть видят жизнь, это все очень естественно. Скажите, пожалуйста, вот ваше понимание, что такое мир искусства? И сейчас достаточно модно вообще рисовать. Сейчас очень многие женщины пошли вообще реализовываться, все преподают, все социальные сети заполнены предложением о том, что можно прийти, обучиться рисованию, да. И, в общем-то, это неплохо, потому что это действительно возможность каждой женщины, там, мужчины, неважно, реализовать себя каким-то образом, проявить себя, показать самому себе, что ты вообще можешь творить какие-то чудеса. Да, но вот вопрос в том, нужно ли какое-то, как вы видите, какое-то образование для того, чтобы быть художником, или же можно просто вот так вот, просто творить? Я думаю, что здесь, опять же, как у всего в нашей жизни, есть позитивная, есть негативная сторона. Скажем, если человек объективно оценивает то, что он делает, то, конечно, это прекрасно, что люди стали более творческими, что люди стали более разносторонними. И, конечно, это прекрасное хобби. То есть ко мне тоже на занятия часто приходят, там, не знаю, юристы, адвокаты, врачи. И для них это, скажем, во-первых, расширение кругозора, во-вторых, это, конечно, арт-терапия. Да. Ну и, в-третьих, это просто здорово, это развивает, это интересно. Другой момент, что происходит такое, знаете, немножко обесценивание. Хотя, мне кажется, это вообще такая черта нашего времени. То есть, знаете, вот иногда человек немножко теряет связь с реальностью. Например, вот я вижу там какие-то онлайн-курсы, там, «Мировая живопись за три часа онлайн». Понимаете, я как бы как человек, ну, скажем, с хорошим образованием понимаю, что это, ну, окей, там, рекламный трюк. А, знаете, есть люди, которые вот приходят, там, делают эту несчастную копию на Ван Гогу и потом постят там где-нибудь в Инстаграме. «Я талант» за два часа сделала Ван Гога, там, Пикассо, ну, понимаете, Монега. Ну, так же предлагают и выучить английский или испанский. Да, просто… Примерно так же, да. Просто я считаю, что искусство – это такой же, скажем, сложный путь. Это, знаете, вот… Я вот, допустим, всегда сравниваю это с медициной. Скажем, в медицине есть, скажем, объективные критерии. То есть, понятно, что если ты хочешь быть, там, не знаю, нейрохирургом, у тебя там есть долгие годы образования, причем академического, а потом у тебя есть долгие годы практики, ты там должен какое-то время отработать на скорой. Я считаю, что в искусстве практически это то же самое. То есть, у тебя все равно должна быть за плечами и академия, и долгая практика каких-то частных мастерских, и какая-то выставочная деятельность. Ты должен быть образованный, потому что, знаете, ощущение своей уникальности очень часто бывает от необразованности. Скажем, ты не видел, не знаешь, и тебе кажется, что все, что ты делаешь, совершенно гениально и уникально. Поэтому я все-таки считаю… Да, я все-таки за такой очень профессиональный подход и за то, что это такое… Знаете, как хорошее вино, ему нужно время, и здесь, мне кажется, то же самое. То есть, художник должен быть очень образованным, и все-таки опыт имеет значение. И к любой абстракции, мне кажется, нужно все-таки прийти, опять же, через знания натуры. И, в общем-то, если мы знаем хорошо историю, то любые модернисты, они ведь начинали с того, что они хорошо писали натуру, они знали пластическую анатомию человека и так далее. Поэтому я всегда тоже говорю своим девочкам, не начинайте с черного квадрата Малевича, к нему надо прийти, дорасти и прийти. Может быть, немножко о себе расскажите, где вы учились? Я училась… У меня такая латвийская совершенно школа, хотя, конечно, краски у меня совершенно не латвийские, и всегда все очень удивляются, что я окончила колледж Розенталя, то есть совершенно такие вот латышские профессора, латышская школа живописи. И потом очень удачно поступила, даже удивилась с первого захода в академию, бакалавр-магистр. Моими руководителями дипломных работ был знаменитый Заринч и Алексей Наумов тоже в свое время ректор академии. То есть, в общем-то, такая совершенно классическая школа живописи, но вот, видимо, да, вот это вот такая немножко этника, любовь к орнаменту. Да, то есть кровь, знаете, это все-таки такая важная вещь. Такое чувство цвета у меня, конечно, совершенно не латвийская и какие-то образы, метафоры. Да, я так очень люблю такие, знаете, насыщенные композиции какие-то сложные. Я понимаю, что не всегда это, скажем, соответствует каким-то таким, может быть, прибалтийскому видению эстетики. Но это тоже своего рода, мне кажется, такое… Это интересно. Это просто у вас, как я вижу, те краски, которые у вас на ваших полотнах, они, в принципе, совершенно не соответствуют той энергетике латвийской. Потому что здесь действительно, ну, немножко другие тона, другое настроение. Да, поэтому мое глубокое убеждение, что любой художник, музыкант, там, неважно, любая творческая личность, он все равно творит, и это его внутренний мир. То есть проявление его внутреннего мира, оно отображается, в общем-то, на его работах. Почему так важно, говорят, какую энергию, и это все энергия. Опять же, возвращаемся к теме энергии, да. Какую работу ты вот повесил у себя дома. Например, ты повесил у себя дома картину, и ты должен понимать, что то, с какой энергией писал эту картину человек, фактически ты в ней будешь находиться все время. Это абсолютный и, в общем-то, не любви. Это очень важный момент, да, чтобы это соответствовало, чтобы ты понимал вообще и как-то сонастраивался и чувствовал, что тебя вдохновляет эта картина, что тебе с ней жить хорошо, приятно. И, или же бывают такие картины, и мы знаем, в истории много было таких историй, да, когда просто от того, что висела в доме картина, люди просто заболевали, или там депрессия начиналась и так далее, да. Это искусство огромное на самом деле сила, и, конечно, не все работы интерьерные, не все работы хороши для человека, хотя мне очень нравится, что есть люди, которые покупают не для интерьера, а, скажем, больше как коллекционеры. И, конечно, искусство не может быть только позитивным, конечно, нужно быть там и конфликты, какие-то сложные должны темы подниматься. Но, да, к этому нужно подходить очень серьезно, потому что, конечно, мы покупаем какой-то энергетический заряд, который именно, что художник думал, и, опять же, сама личность художника. Просто это выражение в картине или в музыке, неважно, это действительно выражение личности в этот момент, именно в тот момент, когда он ее писал. Ну да, да, да. А какие художники вас вдохновляют? Чье творчество вам близко? Ну, на самом деле, у меня нет таких вот каких-то ярко выраженных кумиров, скажем, которым бы я подражала. Одно время мне, конечно, очень были близки фависты, в принципе, до сих пор люблю эти яркие краски и так далее. Но, в общем-то, у меня очень так всегда как-то, ну, меняются какие-то, скажем, вот, кто у меня сейчас находится в таком больше фаворе, кто меня больше вдохновляет. Как-то я стараюсь не привязываться к какому-то конкретному автору, скажем, чтобы, знаете, вот очень часто, когда кто-то очень нравится, даже такие очень профессиональные, сильные художники, они начинают как-то неосознанно копировать. Я все-таки стараюсь так не делать себе кумира. Конечно, мне больше интересна современная живопись, но все-таки как-то классику стараюсь не упускать из виду. И очень тогда меняется, что в данный момент тебя вот как-то цепляет. Иногда бывают какие-то такие совершенно лаконичные работы, те же самые абстракции. Иногда бывает, опять хочется таких каких-то сложных, пластичных работ. То есть в зависимости от настроения. То есть какие-то, знаете, даже не настроения, а скорее периоды жизни. Да. Какие-то периоды жизни, это вот как-то меняются, вот эти пристрастия. Ну вот, может быть, расскажите немножко про вашу коллекцию. У вас же тоже были какие-то периоды жизни. Вот то, что я видела у вас в студии, те работы, это какого-то определенного периода жизни, да? Сейчас у вас пошли совершенно другие работы, с другим настроением, с другим каким-то проявлением, да? Ну вот на самом деле для меня вот, кстати, период карантина был очень таким плодотворным временем, когда я смогла так немножечко остановиться и, наконец, упорядочить все свое творчество. И вы знаете, у меня получилось 24 совершенно разных коллекции, на которые я даже сама как бы написала на каждую коллекцию, скажем, такую рецензию, как бы выражая свой концепт, скажем, что я хотела сказать этими работами. Совершенно, да, были разные периоды, разные коллекции. Допустим, такая легендарная вот эти мои арбузы, которые, да, в общем-то, это стало, скажем, такой мой логотип, можно сказать, такая моя подпись, потому что символ на самом деле очень интересный, арбуз он такой, там можно и Фрейда вспомнить, и много чего тоже приплести, потому что, в общем-то, такая игра контрастов, которую я вообще очень люблю в живописи. Вот это вот милитари, разрезаешь, это такая розовая суть, скажем, сочная. И вот, мне кажется, эта вот игра контрастов, вообще живопись в принципе строится на контрасте. Теплая, холодная, темная, светлая и так далее. Потом очень интересная такая семейная коллекция, более теплая, это были, конечно, чайники. И, в общем-то, началось это с такой семейной традиции чайпития, с семейных сервизов. Потом как-то друзья, клиенты подхватили эту тему, и мне начали очень много дарить чайники. И сложилась такая очень интересная коллекция, на самом деле, очень такого авторского фарфора. Потом появились какие-то даже такие, знаете, жемчужины, рукодельные, там, латышская та же самая глиняная посуда. И в итоге, да, очень много таких интересных работ, такие слегка, может быть, шутливые, такие как бы семейные пирамиды, там, чайник на чайнике, она закипела, он закипел, любовная история, валентинка. То есть, такие очень интересные, на самом деле, светлые работы. Это, скажем, была такая отдельная страница тоже в моем творчестве. Очень интересная тоже такая коллекция у меня была «Фертилити». Фертильность, скажем, такие полуабстрактные какие-то природные формы. И мне хотелось показать именно вот эту вот цикличность процессов природы, сопоставить какие-то такие глобальные процессы, которые, скажем, происходят, там, не знаю, какие-то космические вещи, там, не знаю, смена сезонов, что происходит в организме человека, женщины и так далее. Они такие вот, да, про плодородие, про соль земли, про такую как бы регенерацию. Вот это такая была очень интересная тема, такая вот био-био, но в таком очень женственно-пластичном ключе. И многие работы такие, да, получились очень интересные. А потом как-то стало такие очень сложные делать работы. Мне очень нравится, знаете, когда вот я люблю каждую картину проживать долго. У меня нет таких работ, которые я пишу очень быстро. Обычно над каждой картиной я работаю несколько месяцев. Мне очень важно, чтобы слои просыхали. Я делаю прозрачные лассировки, снова пишу. То есть здесь вы не спешите? Здесь я не спешу, нет. Хотя я очень такой плодовитый художник. Обычно я пишу просто несколько полотен параллельно. И в итоге получается так, что каждое полотно, знаете, вот зритель смотрит и всегда находит какие-то новые детали. И также, когда меняется немножко освещение, тоже меняется вот эта сама суть композиционная. Меняя ракурс, тоже всегда видишь что-то новое. И мне кажется, вот это очень интересно, когда картина становится, скажем, таким живым организмом в пространстве зрителей или в выставочном пространстве музея, галереи. Вот мне нравятся такие очень многослойные, очень такие прожитые личные работы. То есть для вас период карантина, вы из тех людей, для которых период карантина был достаточно плодовитым. Он был очень сложный, конечно, финансово, потому что, ну, все мы люди, понятно, что нужно платить за мастерскую, студию и так далее. Но в плане таком творческом, посмотреть на себя, остановиться, обдумать, он был очень созидательным. Мне даже так показалось, что, знаете, я как-то вот сделала то, что мне казалось, вот я не сделала за все, не знаю, последних 10-15 лет. То есть я наконец упорядочила, осознала. Очень много такого теоретического материала интересного написала. Да, это было такое очень важное время для меня. Вот расскажите, может быть, немножко, вы учились во Флоренции. Ну, это был такой короткий опыт, это больше была как практика от Академии. Но все равно, что вы оттуда вынесли, что для вас вообще там было? Ой, я вообще из Италии всегда выношу такое просто невероятное вдохновение. Да, это на самом деле было так, что, может быть, так громко сказано, училась во Флоренции, училась я в основном как бы в Академии Латвийской. Но это был такой небольшой, скажем, опыт по обмену графитов, резко, конечно, это Флоренция, там посещение музеев. И также от Академии было несколько учебных тоже поездок с нашим, вот Макса, с преподавателем, то есть по таким тоже местам, где, может быть, сам ты не поедешь и не узнаешь и не углубишься в эту тему. Поэтому это было очень, конечно, так созидательно. Ну и, в общем-то, вообще Италия для меня такой, наверное, тоже очень большой источник вдохновения. Как-то мне там близко... Вы любите туда путешествовать? Я просто обожаю. Для меня каждый раз это такое, знаете, пополнение. И вот тоже в январе как-то успела до вот этой всей карантиновой истории слетать во Флоренцию. Не, даже не Флоренцию, а у нас получилось три города таких. Рим, Флоренция и Венеция. То есть, мне кажется, лучше уже не придумаешь. Это такое, конечно, всегда вдохновение. То есть, это краски, это красота. И настолько итальянцы, они умеют как-то в повседневном эту красоту находить. И мне это очень нравится. Потому что мы, конечно, немножечко торопимся жить. Мы как-то уже отучились, знаете... Итальянцы, они умеют жить спокойно. Мы как-то не умеем спокойно обедать, спокойно ужинать, спокойно выпить бокал вина. И мне вот настолько нравится, что там даже люди, которые не связаны с искусством, они такие, знаете, немножко художники. Ну, только в Италии можно, не знаю, в метро увидеть мужчину в синем костюме с красными носками, например. Да, да, да. Какие-то такие вот вещи, знаете, мелочи, которые просто вот они врезаются в память и потом как-то вот... Но они не стесняются проявлять свою индивидуальность. И вообще, ну, итальянцы, законодатели моды. Все-таки, да, для меня итальянская мода всегда вот она, конечно, на уровне. И вот итальянская вещь, какие-то мелочи. Вот, не знаю, цвет в подкладке, там, качество молнии, там, вот раз и пуговица другого цвета. Это мне тоже созвучно здесь, я с вами согласна. Платье фиолетовое, пуговица желтая, понимаете. И вот итальянец делает так, что это будет очень красиво. Это не будет аляпистой, это не будет пошлой, это не будет... Ну, потому что он умеет это нести. Ну, вы знаете, это вот, наверное, такая генетическая память, потому что, ну, вот, когда ты проходишь там все эти музеи, практически они живут в музее. Да, они выросли на такой вообще просто божественной красоте. Это великая Лагранда Белайца, это великая красота. И ты понимаешь, что там просто, ну, вот... Ну, в той же Венеции просто сувенирные магазинчики, это вообще, это просто музеи. И там столько этих ручных, таких лавок, и там так интересно. Да, именно ручные работы, и они настолько вообще потрясающие. Там просто одно наслаждение гулять по этим магазинчикам, это правда, так и есть. Да, вот мне всегда ремяная мечта тоже, может быть, когда-нибудь выучить итальянский, потому что итальянский я не знаю. И вот, да, даже было так интересно, что мы тогда вот ездили в эти учебные поездки, и, в общем-то, как-то даже настолько итальянцы, они эмоционально интересны, как-то они вот умеют это вот донести на таком вот эмоциональном уровне, что, в общем-то, без знания языка как-то общались тоже с преподавателями оттуда. И да, это вот очень интересно, что, наверное, единственная страна, где ты можешь без знания языка общаться. Хотя итальянцы, в общем-то, так с английским тоже очень на «Вы». Ну, они достаточно эмоциональны. Они очень такие, да, эмоциональны, открыты. Национальный человек, то вам не проблема с ними найти общий язык. Да, они очень открыты для каких-то таких империализаций. Да, я даже помню, что как-то бывало, какие-то музеи попадали там, когда уже там, допустим, время заканчивалось и там договаривался. Я помню, в катакомбы мы приехали как раз в Палермо, и был день, когда у них все музеи закрыты. Просто со сторожем договорились, что мы очень хотели в эти катакомбы попасть. У нас запустил мы там одни в этих катакомбах. Ну, просто такие приключения, что просто вот кино можно снимать. Очень интересно. Ну, вот писать картины – это одна ваша деятельность. Вторая часть вашей деятельности, насколько я понимаю, это преподавание, да? Ну, скажем, я никогда не считала это своей профессией. Это всегда было больше такой вспомогательной деятельностью. И как-то я к этому пришла совершенно случайно. В общем-то, больше как-то нравилось, наверное, тем людям, которые ко мне приходили. Как-то меня попросили пару раз провести частные уроки. Ну, так всегда начинается. Да, как-то так совершенно случайно все это сложилось. Ну, да, я для себя вот открыла такое, что, да, оказывается, я умею работать с людьми, заинтересовать, интересно преподать, преподнести. И, в общем-то, мне очень нравится. Я даже часто такие какие-то лекции выездные делаю. То есть какие-то темы, вот, скажем, связанные с искусством, околоискусства. Да, и какие-то семинары очень часто веду и приглашают меня в какие-то такие интересные организации, когда вот нужно, скажем, какой-то околотворческой профессии, что-то интересное рассказать, скажем, об искусстве. Как-то, да, все это в итоге развилось в такую практически, ну, небольшую частную, скажем, студию живописи. Я, конечно, не люблю этих громких названий. Я там себя не называю. Знаете, сейчас очень модно там косметический салон «Академия красоты». Я, как бы, стараюсь без громких названий, поэтому я даже никогда не называю, скажем, свою мастерскую, хозяина в центре, на Бривебос, там, галерея. Я всегда говорю, что творческая мастерская. То есть я вот не люблю этих громких-громких, там, музея, академия. Творческая мастерская. Но музей, академия – это уже подразумевает нечто другое. Когда это творческая мастерская, ее можно обыграть как угодно, с какой угодно стороны, и она будет творческой мастерской. Он, знаете, сейчас очень любит такие громкие названия. В «Академии» могут быть претензии, понимаете? Там сразу возникают вопросы, соответствует ли это вообще тому, чем оно названо. Знаете, часто бывает там какой-то, не знаю, маленький маникюрный салон где-нибудь в спальном районе, такое громкое название, «Академия эстетики», там, т.е. творческая мастерская. Ну, и ученики у вас же, наверное, не только взрослые, есть и детки. Да, я работаю с детьми, такого, конечно, более осознанного взрослого возраста, да. В общем-то, очень интересный у нас такой, скажем, общепознавательный экскурс, скажем, в мир истории искусств. И все практические задания я стараюсь давать через какое-то такое легкое введение в теорию, потому что я прекрасно понимаю, что, конечно, люди не приходят, чтобы стать художниками, а больше, наверное, опять же для такого общего развития, просто чтобы быть более образованными, скажем, знать, лучше ориентироваться в истории искусств. Ну, и потом, если родители замечают, что ребенку нравится рисовать, то, в общем-то, очень часто они действительно находят для него учителя, у которого можно брать уроки, и ребенок с удовольствием ходит. Ну, да, и хотя у меня вот есть уже вот такие были постоянные, скажем, клиенты, которые уже так более серьезно у меня занимались, и девочки поступали вот на архитекторов, и вот на дизайнеров, и тоже за границу многие уехали очень с нашим, вот то, что мы делали о портфолио, очень удачно поступили. Ну, а как давно вы, в общем-то, обучаете уже? Ну, уже, наверное, как-то время так быстро летит. Мне казалось, что совершенно недавно, но, наверное, сейчас, если я проанализирую, где же самые наши там отчетные вернисажи нашей студии, наверное, уже, может быть, лет 10. Потому что время летит очень быстро. Да. Ну, в принципе, да, можете уже называть себя... Опытным преподавателем, да. Опытным преподавателем. Да. А какие выставки вы организовываете, как вообще, сами ли вы их организовываете? Или у вас есть организатор? Сами ли вы находите помещение? Вот весь этот творческий... Это тоже творческий процесс? Хватает ли вас на это все? Или вам все-таки нужен другой человек, который помогает вам в этом? Ну, я достаточно деятельная, и, в общем-то, я такой неплохой менеджер. И, в общем-то, да, я очень много мероприятий организовывала сама, я выступала в качестве куратора, и мне очень нравилась эта уже идея, скажем, выхода из такого привычного, стандартного какого-то выставочного пространства. И вот мы совместно с одной моей коллегой тоже делали такой цикл летних выставок «Флора Маджика», такая, скажем, летняя цветущая тема. И вот мы делали такой путешествующий цикл выставок в разных поместьях, замках Латвии, даже в Ботаническом саду, в Оранжерее. То есть, когда, знаете, как бы предметы искусства играют именно со средой, такую какую-то общую атмосферу создают. Также, конечно, я регулярно и делаю вернисажи работ своих студентов, потому что, конечно, для них это очень хороший стимул и тоже, скажем, такая важная часть учебного процесса. То есть, они видят, скажем, результат своего труда, могут сравнить, понять там какие-то свои слабые, сильные стороны. Это всегда очень интересный такой, как бы, отчетный смотр. Очень много, конечно, организовывала какие-то свои персональные выставки. Хотя, тоже понимая, что, конечно, работы с куратором… Только здесь в Латвии или все-таки за границей тоже? Немножко вывозили мы тоже и с коллегой, и с моей работы. Даже у нас как-то вот с коллегой была такая… Ну, это была групповая выставка художников из Латвии, но мы сами ее организовывали. Даже в Париже мы побывали в такой серьезной одной галерее. Ну вот, расскажите. Расскажите. Да, это была такая авантюра. Коллега вот победила там такой конкурс, который нам давал возможность организовать выставку достаточно такой престижной галереи напротив Лувра. Конечно, это все было сложно организационно, там и транспорт, и финансы, и так далее. И вот такое было, скажем, содружество. То есть, это была такая, как бы, компания художников из Латвии. Вот, такой очень интересный был проект, скажем, такая авантюра. Но вот сейчас тоже я так очень настроена выходить как-то за пределы. Вот только я хотела задать вопрос. Какие же у вас планы на будущее? Да, и, конечно, мне больше нравится, когда есть возможность работать с куратором, потому что, да, какие-то там вернисажи учеников, или какие-то небольшие выставки, да, ты можешь организовывать сам. Но, конечно, если это какой-то такой серьезный проект, всегда должен любое дело делать профессионал, как я считаю. И, конечно, мне больше нравится, когда не я выступаю в качестве организатора, когда все-таки либо галерея берет на себя эти функции, что тоже, в общем-то, в моей биографии часто бывало. И, конечно, это совершенно другой результат, когда галерея организует как-то и сценографию, и продуманную какую-то подачу, информативный материал выставки. И сейчас как-то, да, вот поняла, что хочу больше, наверное, работать только с кураторами, чтобы все-таки это каждый делал свое дело. Потому что, знаете... То есть вы хотите уже выйти на тот уровень, когда вам будет помогать все это? Когда будет только куратор делать все-таки эти все процессы. Больше не хочу уже ничего сама организовывать. Хоть понятно, что отчетные вернисажи студентов, они, конечно, будут, какие-то там простые выставки. Но если говорить о больших каких-то проектах, то все-таки уже нужен помощник. Я все-таки, да, сейчас настолько сильно ушла в творчество и понимаю, что все-таки время такая большая ценность. И плюс я очень ценю профессионализм. Знаете, человек не может быть одновременно и бухгалтером, и менеджером, и преподавателем, и живописцем. И вести соцсети свои. И вести свои соцсети, что сейчас тоже очень актуально в наше время. Поэтому все-таки, да, я считаю, что это должен быть человек, который искусствовед, с хорошим тоже образованием, со своим видением экспозиции. И плюс, знаете, вот лицом к лицу лица не увидать всегда очень важно, когда все-таки кто-то со стороны смотрит на твое творчество. Потому что, знаете, я такой немножко, вот у меня есть этот темперамент, мне хочется всегда показать максимум, как бы вот заполнить все выставочное пространство. Мне очень нравится, когда куратор так вот хладнокровно какие-то отсекает лишние вещи и, скажем, помогает мне более донести вот этот месседж, вот, скажем... Ну, я идею поняла, потому что... Идею до зрителя, да, убрать все лишнее и оставить суть. Каждому кажется, свое детище, оно самое крутое, самое... Как ребенок, он самый лучший всегда свой, правильно? Да, поэтому должен быть такой вот холодный взгляд со стороны. И плюс я-то сама понимаю, что я делаю, но еще же важно, чтобы зритель прочитал мой концепт. И когда есть вот это вот посредничество куратора, то, конечно, этот концепт до зрителя уже, возможно, донести более четко, более лаконично, более понятно, что, в общем-то, тоже очень важно. Ну, вот как я вам при встрече совершенно искренне от себя сказала, что, действительно, вот каждая работа вашей мастерской, она была просто потрясающей, она была, правда, очень-очень позитивной, нежной, красивой, в ярких красках. Вообще, ну, вот просто я когда увидела, вот мне понравилось все. Вот то, что я говорю, что это не так, чтобы вот какая-то одна мне понравилась или две работы, как вот если мы сравниваем, да, с музыкальным диском, как я уже говорила, да, когда ты покупаешь музыкальный диск только потому, что тебе нравится какая-то там песня, очень понравилась, и ты пошел его и купил. Но потом, когда ты начинаешь его весь слушать, оказывается, что там одна-две песни, которые тебе действительно нравятся, а остальные, они достаточно посредственные. То есть, в принципе, можно было не покупать, да. Да, в вашем случае я когда увидела, правда, каждая работа, она была вот действительно, ну, вот шедевры. Это от души, искренне я говорю, поэтому у меня появилось желание вас пригласить. Я говорю, к сожалению, вот мы не можем здесь показать все это творчество, но всем, кому это интересно, всегда могут с вами связаться через соцсети. Вы, в общем-то, достаточно там доступны. Я стараюсь тогда как бы активно постить какие-то свежие работы. Да, конечно, я немножко, я понимаю, что надо, может быть, более активно это делать, но, знаете, хорошее должно быть по чуть-чуть. Поэтому, в общем-то, да, все репродукции работ можно всегда увидеть. И, в общем-то, и в вашей творческой мастерской тоже можно туда подойти. Да, конечно, и написать, и договориться о встрече, посмотреть работы, конечно, да. И ваши работы выставлены в кафе в Юрмале? Мы делали там, да, у них как бы отчетную выставку студентов, и потом как бы немножко так дополнили. Они по-прежнему там висят, и они вообще очень лаконично в их интерьере вписываются. Ну да. Их можно приобрести, они продаются. В общем-то, когда я делаю какие-то выездные экспозиции, да, то, конечно, все работы можно приобрести. То есть вы продаете свои работы, да? В общем-то, да, я как бы раньше так тоже активно писала на заказ, сейчас так стараюсь немножко более сдержанно. Да, да, сейчас стараюсь так немножко более сдержанно. Ищут ли его на заказы? Сейчас, вы знаете, так много своих каких-то идей, которые хочется реализовать, что... Ну, иногда пишу, иногда все-таки. Вот, а так, в общем-то, да, все выездные экспозиции в основном это работы, которые можно приобрести. Есть какие-то такие всегда очень-очень любимые, на них всегда очень большая стоимость, когда не хочется с работой расставаться. Вот, поэтому как бы я как всегда шучу, что цена не всегда зависит от формата картины, а больше от того, насколько художник сам к ней привязан. Но в основном, да, все какие-то выездные экспозиции, конечно, работы можно приобрести, и в интерьере они очень интересно играют, несмотря на такие яркие краски, скажем, насыщенность, они очень интересно смотрятся в таких очень лаконичных современных интерьерах, что очень так как бы, ну, для многих удивляет. Вот прямо вписываются. Вписываются, да, у меня покупали такие мужские очень лаконичные интерьеры, очень красиво в лофтах они смотрятся, просто классно. Особенно эта вот арбузовая тема, которая такая, кажется, всем совершенно бешеная. Такие очень жесткие мужские интерьеры покупали эти работы, там и адвокаты разные, и очень круто получалось, да, мы такие совместные там делали вот эти экспозиции, продумывали, как это вот сюжетную линию, скажем, выстроить, чтобы это всё играло вместе с интерьером. Действительно, я тоже была удивлена, что они оказались даже такими интерьерными. Ну вот если человек приходит к вам и хочет заказать работу, а вам эта идея не ложится, вы можете отказать? Ну, вы знаете, в основном на самом деле ко мне приходят какие-то люди, которые, скажем, уже в теме моего творчества, они были на разных выставках, они уже видели, созрели для этой идеи, и, конечно, ко мне не приходят. Ну, то есть они фактически ваши поклонники. Да, они как бы уже знают какую-то тему, они, скажем, мне даже показывают какие-то, может быть, отрывки из каких-то моих работ, и вот просто мы больше обсуждаем, скажем, настроение, формат, примерно смотрим интерьер. То есть это, конечно, не бывают люди с улицы, которые говорят, там, рисуете а-ля так-то, или там, я не знаю, хочу русалку и закат. То есть нет, таких ледендов, слава богу, у меня нет. В основном это люди, которые уже созрели, были на моих выставках. Бывает так, что, например, они хотели какую-то работу, а её, скажем, уже больше нет в поличии. Вот, как раз вот дублируете ли вы? Дублировать, конечно, это невозможно, и было бы мне даже неинтересно, поэтому я даже и обычным клиентам объясняю, что это будет, может быть, что-то в таком настроении, но всё равно это будет ваша уникальная картина, написанная для вас. Конечно, какие-то там копии или свободные даже реплики делать неинтересно. Ну, как-то, да, всегда интересно, интересно такие заказные тоже бывают работы писать, когда лично знаешь людей, понимаешь, скажем, их настроение, вот почему они созрели именно для этой картины. Бывает очень интересно писать для интерьера. Ну, вот расскажите, пожалуйста, пару слов о вашей последней коллекции, которую вы сейчас пишете, которая с такими космическими элементами. Ой, там такие сложные элементы, там чего только нет. Она, кстати, очень отличается от всех предыдущих ваших работ, она действительно отличается такой, я даже не могу это сказать, глубиной, не глубиной, но действительно вы зашли в какую-то совершенно другую сферу. Ой, там очень много разных сфер, очень много разных плоскостей, тоже такие, я понимаю, что это уже не будет, наверное, одна какая-то экспозиция, какая-то одна линия, одна выставка, там таких много параллельных тем, там и конструктивные все эти формы, и векторы, и, скажем, как это все, опять же, контрастирует с какими-то природными такими цикличными формами, скажем, контраст урбанистического и контраст такой вот натуральной, вот настоящей вот этой асимметрии, которую нам дает природа. Наверное, как-то темы космоса мне стали очень интересны, и вот эта, знаете, поэзия вот этой научных каких-то форм, настолько как-то вот все это интересно перекликается, на самом деле, столько очень красивых орнаментов я для себя открыла, скажем, в мире той же самой современной науки, что меня совершенно потрясло. Да, эти новые работы, они такие очень глубокие, и пока даже мне сложно о них так вот, надо немножко, как сказать, посмотреть тоже на них со стороны, но там тем очень интересны, очень много таких глубоких интересных тем. То есть вот орнаменты для вас… Орнаменты остались, нет, орнаменты остались, да. Я говорю, что это для вас вообще тема такая вдохновляющая, где вы берете и черпаете все время вдохновение, насколько я поняла, да? Ну, вообще, на самом деле, орнамент, мне кажется, это такой, знаете, универсальный носитель информации, практически это вот то, как человек кодирует, скажем… Ну, я бы даже сказала, эзотерический какой-то смысл. Эзотерический, абсолютно, да, и, скажем, древний орнамент, там, персидский ковер. И мне, на самом деле, очень интересна вот эта тема, как человек, скажем, как этот этнический орнамент на самом деле трансформировался в тот орнамент, который мы видим вокруг себя. То есть, во-первых, это вот эти всеурбанистические формы, и как вы, допустим, не знаю, QR-код, например, да? Да. То есть это же тоже практически орнамент, и тоже универсальный носитель информации. Да. И вот этот контраст персидского ковра и вот этого QR-кода, мне кажется, тут столько, столько вообще, на самом деле, такое поле для искусства, для мысли, для эзотерики, есть чего угодно, это очень интересная тема. То есть вы вот эту последнюю коллекцию делаете вот в таком ключе, да? В таком ключе, таком современном, да, и пока как бы не ставлю оценок, скажем, урбанистическое – это хорошо или это плохо, а больше пока на таком вот, да, взаимодействии. Ну, в моем понимании вообще нету понятия «хорошо» и «плохо», просто кто-то резонирует с одним видом работ, кто-то резонирует с другим видом работ, кто-то понимает, для кого-то непонятно. Всегда есть споры вот по поводу абстракции, да? Кто-то считает, что это мазня, а кто-то видит в этом какую-то глубину. То есть здесь вообще нету понятия, на мой взгляд, «хорошо», «плохо», «высокое искусство» для меня вообще. То есть ты либо резонируешь с этой работой, с этим произведением, либо нет? Ну, да, отчасти так и есть. Я просто имею в виду, что пока я не делаю такой, знаете, вот какой-то, ну, скажем, то есть я не хочу сказать, что вот конструктивная линия – это плохо, а вот, скажем, такая пластичная линия – это хорошо. Хотя в некотором смысле мне как-то хочется немножко вернуть зрителя к пониманию того, что красиво и не может… В современном, скажем, искусстве сейчас вообще понятие «красиво» оно так очень опошилось. Скажем, когда ты говоришь «ой, так красиво», это кажется сразу такое вот, знаете, вот что-то такое вульгарное. То есть красиво – это вот просто, это не концептуально. И мне кажется, что немножко надо как-то нам, наверное, от этого вот такого очень-очень концептуального вернуться к тому, что вот всё равно мы, наши корни, вот эта традиция, всё равно человеку нужна вот эта красота, которая нам дарит работы прошлого. Вот что в вашем понятии «красиво»? В вашем понятии. Это очень сложный вопрос. Это на самом деле очень такой сложный вопрос. Наверное, не для одной передачи. Ну, хотя бы в двух словах. Да, это сложно очень сформулировать, но… Тут надо туда всё этого Умберта Эка всего поднимать сразу наверх. Ну вот я, почему я и сказала, что в моём понимании нет понятия «красиво» или «некрасиво», потому что, ну это вот опять же моё понимание, да, потому что каждый человек мир видит совершенно по-разному. И то, в чём я могу увидеть красоту, другой человек пройдёт мимо и просто вообще скажет, ну… Ну вот эта великая красота, на самом деле, мне кажется, вот вообще в чём суть искусства. Либо вот есть эта вертикаль, либо всё-таки это вот развитие такое больше по горизонтали, да, визуально красиво, но вот нет этой вертикали. Нет глубины? Нет вот этой глубины, да. Да, и это, мне кажется, совершенно сразу чувствуется, совершенно сразу. И что бы ни написали в рецензии, то есть либо художник может, скажем, через свои там технические вот эти визуальные художественные методы донести до зрителя эту красоту, либо не может. В плане того, что художественное произведение должно само по себе уже впечатлять, может быть, не совсем корректно сказать, но доносить до зрителя вот эту идею. То есть ты не прочитал рецензию, но ты уже почувствовал, ты уже понял, и ты уже вот, оно тебя действительно вот потрясло, скажем, это произведение. Ну вот, на мой взгляд, в принципе, сначала нужно вообще своё почувствовать произведение, а потом уже читать рецензию, потому что всё равно так или иначе на нас влияет. Да, это уже получается такой немножко опосредственный взгляд. Конечно, конечно. Сначала надо прочувствовать самому и почувствовать, как ты сам видишь, как ты, что ты вообще, как ты резонируешь с этим произведением. Хотя, когда ты знаешь историю создания, немножко биографию художника, скажем, концепт, идею, там вообще всё это творчество, конечно, всегда интереснее воспринимать на самом деле, через призму какую-то историческую или каких-то знаний всегда интересней. Да, то же самое, там, не знаю, искусство прошлого, когда ты действительно знаешь, вот как это, почему это, а почему именно в этот период, конечно, совершенно другой взгляд. Но искусство, да, вот эта визуальная форма должна сама по себе уже впечатлять, я так считаю. Ну, в общем-то, была очень рада с вами побеседовать. Было очень много приятного, интересного. Я сама не поклонник творчества, ну, в смысле, я сама не, как сказать, не поклонница, не так, чтобы я хожу по музеям, но вот есть вещи, которые я прямо вот сразу вижу и получаю огромное удовольствие, да. Поэтому это было и с вашими работами в том числе. Мне очень приятно, спасибо вам большое за отношения, конечно. Я очень рада, что мы с вами побеседовали и было, прекрасно провели время. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже за внимание. Мне, конечно, как художника это очень приятно и важно. Спасибо. Всего хорошего. До новых встреч. Всего хорошего. До свидания. До свидания.